Спорт в России это вообще отдельная тема. Вот я недавно делал один из блоков в своем серии радиопередачи, и у меня был консультант, женщина, она специалист по смешанным единоборствам. Она говорит, что вот в Дагестане, скажем, борьбой занимаются ребята бесплатно. То есть правительство все делает для того, чтобы этот вид спорта культивировался и развивался. А теперь посмотрите в сотках, кто доминирует в борьбе, скажем, в Дагестанции доминирует. То есть кавказцы, люди, в которых молодежь начинает заниматься этим. Что у нас с хоккеем? У нас хоккей более-менее начинает подниматься во все. Понастроили сейчас дворцов, то есть это стало популярным, президент играет в хоккей. Сразу моментальные результаты пошли. КХЛ, наша вот эта лига, которая, она уже сейчас достаточно прилично себя чувствует. Вот к нам подключились уже и Чехия, и Словакия, уже и Казахстан приехал, уже Латвия. То есть как только вы начинаете предпринимать продуманные шаги, сразу моментально все становится на свои места. Сейчас есть надежда, что у нас что-то сдвинется с футболом. Ведь поймите, что мы живем в северной стране, где нельзя играть в футбол круглый год. На улице. Но можно играть на крытых, в крытых стадионах. Во-вторых, сейчас же, поймите, придумали столько покрытий, имитирующих траву, что в принципе ничего страшного в этом нет. Мы же в хоккей играем круглый год. Мы летом играем в хоккей. Почему бы нам зимой не играть в футбол? Есть закрытые площадки. Постройте их там 10, 15, 20, 30. Но для этого опять же должна быть система. Когда мне говорят, что пригласили какого-то тренера и дали ему денег, на которые можно построить 10 крытых площадок. Ребята, может не надо его? Может не будем гоняться за сиюминутным успехом? Может не будем понты колотить, что мы самые большие и приглашаем самые богатые, приглашаем самых богатых тренеров? Давайте своими силами сейчас тренировать. Тем более специалисты у нас есть, я точно знаю. Не будем пытаться сейчас добиться какого-то промежуточного эффекта. А на эти деньги построим 10 крытых стадионов и дадим денег тренерам, которые работают с детьми. Ведь почему никто не хочет идти работать с детьми? Нет денег. Но у нас есть эти деньги, мы их отдаем этим иностранцам, легионерам. Давайте эти деньги отдадим тренерам, они подготовят пацанов. Ведь смотрите, мы в 60-м году были чемпионами Европы, в 64-м году, в 66-м вернее году, мы бы стали, если бы не эта дурацкая история со стрельцом, стали бы чемпионом мира. Это я в 100% уверен, кому заняли четвертое место, а могли стать и первыми. Мы, в принципе, были на очень хорошем счету, не имея легионеров. Значит, наш народ, в принципе, умеет играть в футбол. И тогда точно так же была та же самая Европа, и те же самые отношения, точно так же относилась к футболу, но мы же их рвали на части. Значит, мы можем это делать и сейчас, но надо готовить пацанов. Чем отличалась тогдашняя сборная от нашей? Потому что пацаны играли в футбол во дворах. Пацаны играли в футбол в школах. Ребят, давайте пусть пацаны сейчас снова начнут играть, и мы снова будем на хорошем счету в любом виде спорта. Пусть пацаны играют в футбол, пусть пацаны играют в хоккей, пусть пацаны бегают. Возьмите в легкую атлетику сейчас, пригласите пацанов, дайте им крытые манежи круглогодичные. Устройте соревнования, которые будут престижными, начните показывать их по телевизору, сделайте их медийными звездами. И все, пацаны пойдут в спорт. А когда пойдут пацаны, вам будет из кого выбирать? Ребят, функционеры, посмотрите, не легионеров будете покупать, а продавать своих пацанов будете потом. Ну как имеется, продавать, не как детьми торгуют. А потом, когда они вырастут, они будут спокойно играть в чужие клубы и приносить опять же славу стране, и за какие-то хорошие деньги отсюда уходить туда. В эти клубы возвращаться, как сейчас с хоккеем у нас. Никто же не говорит, что сейчас все плохо организовано в хоккее. Здорово, наши ребята, и Малкин, и Овечкин прекрасно себя там чувствуют.